сегодня на обзор хочу предложить вашему вниманию смарт в одной из крупнейшей китайской компании хайсенс помимо современного дизайна в основу которого входят едва заметный как сверху так и по бокам рамки модели есть чем удивить и как порадовать даже самого капризного покупателя обладая диагональю экранов 50 дюймов смотрите что пожелаете можно от минимального расстояния двух метров и более а все благодаря максимально допустимому разрешению 4k который за счет данного типа 10 битной матрицы способен с легкостью погрузить вас мир невообразимо богатых цветовых оттенков неотъемлемой частью которых является подсветка экрана состоящий из большого количества леди удал максимальная яркость дисплея имеет весьма неплохой показатель касаемо подсветки у нее есть один небольшой весьма заметный недостаток проявление которого можно увидеть в темных участках подвижной или неподвижной картины называется он засвет экрана иными словами это пигментация более светлых участков на более темных сказать что это критично я не могу потому как такой показатель обычное явление для данного типа подсветки которые оснащены даже самые популярные модели известных торговых марок да и потом данные световые пигменты настолько мало заметны что увидеть их в основном могут только те кто этого желает статическая контрастность данной модели имеет весьма неплохой показатель иными словами это соотношение между наиболее ярким и темным цветом который экран может воспроизвести одновременно в рамках одного и того же кадра угол обзора как по горизонтали так и по вертикали остается неизменно допустимым для просмотра фильмов и сериалов с минимальным искажением цветовой палитры частота обновления экрана также остается неизменно допустимой не только для данной модели но и более дорогих тв иными словами это показатель обозначающий сколько раз в секунду обновляется изображение на экране обладая данной технологией значение интерполяции также играет одну из важных ролей касаемо изображения иными словами это вставка дополнительных кадров которые позволяют сделать движение объектов на экране более плавными время отклика составляет 8 миллисекунд что как для тв считается нормой по данным значением подразумевается временной интервал который требуется пикселю для изменения яркости свечения иными словами это время необходимое пикселю для переключения с одного цвета на другой обладая столь большими габаритами данный девайс способен превратить вашу комнату в домашний кинотеатр устойчивость тяжелой модели на ровной поверхности обеспечивают две пластиковые ножки v-образной формы а так как задняя панель оснащена специальными отверстиями докупив необходимые модификации крепления его также можно повесить на стену где он станет не только объектом просмотра фильмов и сериалов на неотъемлемой частью декора вашей комнаты обладая технологией dolby vision происходящие события на экране покажутся вам максимально реалистичными и живыми а все потому что детали самых светлых и темных областях экрана остается различными что делает общую картину еще более динамичной внизу панели по бокам расположены два стерео динамика суммарной мощности 16 ватт данная технология звуковых колебаний наверняка вас порадует в следующий раз Более того, наличие оптического порта, как и блютуза, подключив акустическую систему, перенесет вас в мир чистого, без посторонних шумов звука. Что касается портов и интерфейсов, данную модель оснастили только самым необходимым. Основным из которых по-прежнему является гнездо антенного входа с поддержкой основных форматов вещания. Независимо от источника сигнала, будь это обычная антенна или провайдер кабельного вещания, ТВ способен порадовать ваши глаза весьма неплохой картиной. А все потому, что имеет технологию улучшения изображения. Наличие спутникового ресивера также не оставит равнодушным любителей данного типа вещания, принимая с помощью тарелки напрямую каналы со спутников, которые находятся в открытом доступе. К сожалению, большая часть контента является кодированной. Чтобы снять кодировку, вам нужно всего лишь обратиться к одному из многочисленных провайдеров, предоставляющих данные услуги. Выбрав более подходящий по стоимости пакет, состоящий с большого списка каналов, вы сможете смотреть прямые эфиры в самом лучшем качестве. Наличие HDMI портов способно превратить ваш ТВ в монитор с высоким разрешением, давая возможность подключать не только любую игровую консоль, включая Sony PlayStation, а также ПК, ноутбук и многое другое. Также модель оснащена разъемом для подключения наушников. Такой подход наверняка порадует тех, кто любит смотреть фильмы и слушать музыку в то время, когда все вокруг уже спят. Коммун интерфейс предназначен для карты доступа, установив которую, вам станут доступны ранее кодированные каналы провайдера кабельного, спутникового или обычной антенны. Касаемо USB портов, с помощью встроенного медиаплеера вы сможете как смотреть, так и слушать все, что пожелаете. Более того, их также можно использовать для подключения как проводной, так и беспроводной мышки и клавиатуры. Optical Digital Audio Port предназначен для подключения внешней акустической системы цифрового звука, погружая в вас мир происходящих событий гармоничного сочетания как высоких, так и низких частот. Данный трехцветовой разъем способен с помощью сторонних устройств, таких как видеомагнитофон, T2 тюнер, DVD плеер и многое другое вывести на экранное изображение вместе со звуком в аналоговом формате, что заметно понизит как качество картины, так и передачу звука. Находящийся рядом разъем предназначен для сервисного обслуживания, что в случае поломки ТВ ускорит процесс его ремонта. Подключение к интернету обеспечивает как порт локальной сети, так и двухдиапазонный Wi-Fi приемник. Работает Smart TV на операционной системе Vida, неотъемлемой частью которой является центральный процессор, задача которого оптимизирует работу приложений и многое другое. А вот за обработку графики отвечает другой процессор, по сути это мощный чип, так называемый мозг телевизора, который определяет насколько быстро появляется картина на экране. Помогает им в этом еще один процессор, отвечающий за изображение. По сути это главный элемент системы, который объединяет различные аппаратные компоненты, такие как центральный и графический процессор. За управление телевизором отвечает компактный пластиковый пульт, работающий как с помощью инфокрасного порта, так и блютуза. Установив данное приложение на любую продукцию компании Apple, вы получите целую экосистему, где сможете дублировать меню девайса на экран ТВ, а также им управлять. Наличие блютуза как на прием, так и на передачу сигнала версии 5.0, позволит не только подключить беспроводные наушники, а также акустическую систему для более глубокого погружения в мир звуковых колебаний. Данная операционная система это конечно не андроид, но если хорошенько поискать, то и здесь в бесплатном магазине приложений, можно также найти много чего интересного, а главное бесплатно. Подключил беспроводной геймпад, вы сможете играть в игры, скачанные с магазина приложений, получая уйму приятных эмоций, правда как на мой взгляд, все они довольно примитивные. Пульт управления, помимо активных, также оснащен кнопкой голосового помощника. Установив данное приложение на телефон, планшет и многое другое, вы сможете дублировать содержимое своего девайса, выводя на экран ТВ. А теперь в ускоренном режиме я покажу вам общие настройки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока-пока